Доброе утро, Найт Сити! Привет, Найт Сити! Эй, вы, или Ви, как к вам правильно обращаться? В общем, те счастливые обладатели игры Cyberpunk 2077. Брать эту фразу в кавычки или нет, решайте сами. Я же хочу понять, насколько игра соответствует своему названию. Итак, какие основополагающие критерии характеризует для меня киберпанк-вселенная? Слабая роль государства и сильная роль корпораций. Всплеск технологического прогресса на фоне социального неравенства. Власть над улицами принадлежит криминальным группировкам, а атмосфера в обществе сильно отдает нуарам. Это общее недоверие друг к другу, отрицание своего тела и, как результат, бум медицинских технологий на почве имплантирования и модернизации физической оболочки. Подходит ли Cyberpunk под это описание? Да, при том целиком и полностью. В связи с тем, что жанр не избит различными шаблонами игропрома и не затёр до дыр в кинематографе, он позволяет сценаристам развернуться во все стороны. А для нас, как для игроков, это очень хорошо, поскольку мы сильно истосковались по хорошей истории и геймплею. И если с первым у Cyberpunk всё очень хорошо, прям вот очень хорошо, то со вторым всё очень плохо. Игра релизнулась довольно сырой. Думаю, что все вы столкнулись с таким бесячим косяком, как Geodata. Когда пытаешься пролутать моба, а оружие с него, ну, никак не берётся. Оно либо находится под землёй, либо вообще застряло в текстуре. Иногда мне приходилось отвозить целый грузовик, поскольку тело моба лежало под ним и никак не пролутывалось. И, в принципе, я бы смирился с этой мелочью, которая раздражает на протяжении всей игры, но есть и другие моменты. Это застывшие модели людей, которые ломают твой кайф от погружения в жизнь города. Это проваливание под текстуры и внезапные смерти буквально на ровном месте. Всё это рушит твою картину восприятия как чего-то целого. Поэтому всей той критики, что вылили игроки в адрес проекта, он заслужил. И в тот самый момент, когда руководство CD Projekt Red должно было бы сесть и произнести что-то в стиле «Вот и всё, пиздец мне» на помощь приходит сюжет. Вы знаете, я предельно откровенен с той аудиторией, которая на меня подписана. И могу вам сказать со всей уверенностью – сюжет Киберпанка, пожалуй, один из лучших, что я когда-либо встречал в компьютерных играх. Настолько хорошо проработаны сюжетные линии всех основных персонажей. Настолько они открытые и живые, что порой своими вопросами ставят тебя в тупик. Но эта детализация коснулась не только основных сюжетных персонажей, но и героев побочных линий. Многие сайдквесты имеют свои вариативности прохождения и иногда от ваших ответов зависит судьба человека. Мне кажется, что в наших попытках упороться в геймплей, мы часто забываем о ролевой составляющей, а Киберпанк – это, безусловно, ролевая игра. В своем желании пострелять да поубивать, мы перестаем замечать очень важные вещи – это отыгрыш роли. Конечно, вы можете сказать, мол, «Чувак, тебе под сорокет, какой нахер отыгрыш?» «Да ну и что?» «Мне насрать, вот верите?» «Я хочу проживать те миры, в которые я очень редко погружаюсь. Я хочу забирать из них то, чего не мог добрать в детстве. Я думаю, многие из вас носились вокруг дома с пистолетами, представляли, как они стреляют из лазеров, а Капитан Пауэр и Солдаты Будущего казались такими близкими и такими досягаемыми». И вот мы выросли. Вот это будущее. Как видите, здесь нет ни капитанов, ни солдат. А если есть, то далеко не те, о которых мы мечтали. Позвольте себе хотя бы в игре воскресить эти сцены из прошлого. Хоть на часик, хоть на пару подышать этим воздухом детства. Стоит замолвить и пару нецензурных слов об абсценной лексике, который пестрит мир киберпанка. С одной стороны, я разделяю мнение общества о том, что игра перенасыщена матом. А с другой стороны, я пытаюсь отделить свои эмоции от услышанного и понять, как бы это на самом деле могло прозвучать. Ненормативная лексика вносит в повествование яркую экспрессию. Она как бы усиливает темперамент героев, показывая нам их в реальной жизни. Мат – это тот элемент, который связывает нас с языковыми корнями. Делает игру более адаптированной, более понятной в конкретной стране. Так что я не стал изображать из себя интеллигента в четвертом поколении, отпевая Сэнсон в ночном клубе для проституток. Сэнсон? Это же моя любимая. Только откуда ты узнала? Сложно переоценить вклад студии в создание города. Я вообще человек, крайне помешанный на атмосфере. Продукт может быть сырым, в нем могут быть какие-то недочеты и недоработки, но если в нем нет атмосферы, нет уникального почерка автора, то такой продукт для меня мертв. Почему? Дело в том, что атмосфера – это те самые невидимые ниточки, за которые автор дергает своего зрителя. Это умение сопоставлять события, явления и создавать между ними нейронные связи. Ты не можешь заставить человека видеть так, как ты, или чувствовать так, как ты. Но ты можешь создать такое окружение, в котором он и увидит, и почувствует так, как это чувствуешь ты. Глядя на Найтсити, я вижу руку Творца. Я вижу, как много сил и таланта было вложено в его создание. Этот город сам рассказывает о себе через тысячи деталей окружения. Это вывески рекламы, это новостная информация, это переговоры прохожих и случайные перестрелки, которые завязываются прямо у тебя на глазах. То есть видно, что город живет своей жизнью и с твоим исчезновением для него ничего не изменится. Он является эпицентром твоего внимания, а ты – всего лишь маленькая песчинка, с которой происходят какие-то события на фоне этого гиганта. Ну что, пора переходить к геймплею. Первым неприятным шоком было мое знакомство с древом умений, но это больше из разряда игровых шаблонов. Мы привыкли к тому, что в играх нам приходится прокачивать те или иные способности. Поэтому, когда я увидел древо целиком состоящее из пассива, кто впал в уныние, но тут полякам удалось меня удивить. Умение – это не то, что мы привыкли прокачивать. Основные способности героя заложены в его кибердеку. Это особый чип, интегрированный в сознание вашего персонажа. С его помощью он может брать под контроль вражеские камеры, воздействовать на сознание людей и замыкать механизмы. И тут мы получаем вариативность геймплея. Ваше личное дело, как именно вы будете выполнять задание. Вламываться в здание и крошить всех из пулемета. Или манипулировать техникой, чтобы воздействовать на сознание врагов. Притом, на ваш стиль игры будут влиять сочетания кибердеки, очков характеристик и прокачанных талантов. Только вы решаете, будете ли вы бесшумным убийцей или вероломным крошителем черепов. Дополнительным элементом, влияющим на боевку, становится ваше оружие. Возможно, вам приглянется снайперская винтовка, которая способна ваншотать цели на огромном расстоянии. Либо умный пистолет, который сам наводит пули на цель при наличии киберимпланта SmartLink в вашем организме. Да, ваше тело модернизируется, влияя на геймплей и скорость боя, но не буду останавливаться на этом более подробно, чтобы оставить вам пространство для личных маневров. Скажу так, боевка не идеальна, но мне определенно понравилась. Что мешает нам сделать правильные выводы по Cyberpunk 2077? Ответ очевиден – это наши эмоции. Пока градус страстей вокруг проекта слишком высок, мы не можем принять правильного решения. Как только эта информационная взвесь уляжется и позволит посмотреть на проект по модулю, то есть, так сказать, отбросив все плюсы и минусы, то мы увидим с вами следующее. Мы увидим невероятно гигантскую и свободную по своему мышлению задумку. Мы увидим, наконец, сюжет и смысловую нагрузку. Мы увидим довольно гордых и амбициозных людей, которые рискнули взяться за проект подобного масштаба. Но в условиях пандемии и бесконечных аутсорсов очень сложно собрать паззл воедино. Как творец, я вижу, что передо мной такие же творцы более высокого порядка. С большими амбициями, с большими взглядами, с большими возможностями. Но полагаю, что было давление со стороны инвесторов, со стороны игроков. И вот во что все это вылилось. Мы видим с вами прекрасный, один из лучших проектов последних лет. Но его техническая реализация оставляет желать лучшего. Колбаса может быть вкусной, но если в ней попадаются волосы и ногти, то какая разница, какой у нее вкус. Вот именно это произошло с Киберпанком. При всем желании выступить в роли адвоката дьявола, я вынужден принять сторону игроков. Каким бы ни был твой проект, со слабеньким сюжетом, с небольшими механиками, с простенькой боевкой, в первую очередь он должен быть качественным. Все шестеренки этого механизма должны вращаться идеально. Хоть на ПК, хоть на консоль. Поэтому, пока игру не доведут до ума, я вынужден поставить ей 6,5 баллов из 10. Только из-за технической реализации. В качестве эпилога мне хочется озвучить одну очень важную вещь. Современный компьютерный рынок пересыщен продуктами среднего качества. Действительно крутые и масштабные проекты выходят раз в пятилетку. Потому мы возлагаем на них какие-то надежды. Хотя я считаю это в корне неверным. С одной стороны, игроки ноют, что вот давайте скорее, сколько можно ждать. А когда проект выходит в релиз недоделанным, искусственно занижает оценки на метакритике. В качестве упредительного удара разработчикам приходится оплачивать различные игровые порталы и мнения блогеров. То есть там, где надо было бы проявить взаимопонимание, мы стараемся развязывать карманные войны. Но давайте уже наконец примем один извечный постулат. В этой войне никогда не будет победителя. Мы все выходим из нее с разбитыми надеждами. И игроки, и разработчики. И в следующий раз, когда вы будете писать свой очередной «ну когда, ну когда, скорее быстрее» Не говорите, что вас не предупреждали. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok